Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как пассажирский автобус, протаранив автомобиль и столб, застрял в сугробе. Ну, там была женщина за рулем. Как это объяснил сам водитель пассажирского транспорта? Какую роль, по мнению водителей трех столкнувшихся машин, в происшествии сыграла уборочная техника, к моменту аварии уже завершившая работу на этом месте? Трактор проехал, он просто тупо проехал, и все. И ограбление по-нижнекамски. У вас вообще на магазин были когда-нибудь такие случаи, или это впервые? Почему мужчина с ножом в руках и челком на голове не смог унести все награбленное из магазина? Это и не только. Прямо сейчас. Хотел избежать одной аварии, но попал в другую. Автобус 74-го маршрута вылетел с дороги и протаранил столб на улице Сибгата Хакима. В момент происшествия общественный транспорт был на маршруте. В салоне находились пассажиры. Динара Камалова о причинах происшествия. По предварительной версии, вылет на обочину и последующее столкновение со столбом стало следствием несоблюдения дистанции водителем автобуса. Рассказывая, как так произошло, мужчина отметил, что двигался за легковушкой Ренокоптюр. В какой-то момент ее водитель, девушка, резко нажала на тормоза. Ну, там была женщина за рулем, увидал там машины, где там, великие ездили. Просто решил, наверное, пропустить. А я уже не успевал просто остановиться. Понимая, что столкновение не избежать, мужчина вывернул руль влево. Автобус занесло, и он оказался на обочине. Свидетелем такого небезопасного маневра стали несколько пассажиров. Никто не пострадал у вас? Нет. Пассажиры у вас были, да, полные в салон? Не полные. Сидел несколько человек. А, салюшились. После оформления аварии иномарка покинула место происшествия своим ходом. Водителю же автобуса пришлось ждать подкрепления. Выбраться из сугроба, в котором застрял, самостоятельно он не смог. Дзинара Камалова, Айрат Нази Павазат Самигулин. Вызов 112. А причиной тройной аварии на проспекте Фатыха Амирхана стало сразу несколько факторов. Несоблюдение дистанции, опасное вождение и неудовлетворительная работа дорожных служб. По крайней мере, именно так объяснили свое видение причин происшествия. Водители столкнувшихся машин. Альбина Минебаева их внимательно выслушала. Остановился. Пропустить левый ряд. И удар. Остановился, так как ехать дальше уже не было возможности. По рассказам водителя Некси, этой аварии могло бы и не быть, если бы не работа дорожных служб. Молодой человек отметил, что остановился на своей полосе из-за огромных сугробов, мешающих проезду. Перестроиться налево уже не успел. Очень часто происходит ДТП вот именно вот по такой вине. Потому что снег очистит. Да, и как бы трактор проехал, он просто тупо проехал и все. Никаких знаков, ничего нету. Сзади в узбекскую иномарку влетела Лада 12 модели. За мгновение до этого отечественная машина столкнулась с автомобилем Вортекс. Именно водителя последний хозяин Лады считает виновным в аварии. Я ехал по этой полосе, этот человек меня подрезал. Он сильно меня подрезал. Я внимание сконцентрировал на нем, потому что опасная ситуация. И надо было увернуться. Но вот так как я его задел, я не смог увернуться. Диаметрально противоположную версию выдвинул водитель Вортекса. Мужчина отметил, что спокойно ехал по своей полосе и никого не подрезал. Некси заметил вовремя сугроб препятствия, спокойненько остановилась, хотела перестраиваться налево. А 12-ка не заметила и летела ей достаточно сильно, как вы видите. Она меня задела боком, когда тормозила и уже заносила ее боком. Вот она занесла правым боком, меня задела. Несмотря на серьезный удар, никто из участников аварии не пострадал. Куда больше досталось автомобилям, кто кому и за что будет платить, уже решат сотрудники ГИБДД. Альбина Минебаева, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Поезд, направляющийся из Новосибирска в Адлер, насмерть сбил молодого человека. Все произошло сегодня утром в Высокогорском районе, недалеко от станции Чепчуги. По словам очевидцев, парень переходил железнодорожные пути. Увидев человека на рельсах, машинист подавал звуковые и световые сигналы. Однако молодой человек на них не отреагировал. Экстренное торможение не спасло от наезда. Поезду просто не хватило ни времени, ни расстояния. По предварительным данным, парень жил в Казани и учился в одном из вузов столицы. Ходил ночью по этажам гостиницы, искал незакрытые двери, а заходил и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. А одну женщину изнасиловал. Все произошло в ноябре минувшего года. Подозреваемого тогда установили и задержали быстро. Сегодня по этому уголовному делу прошло первое судебное заседание. Нафиса Минязова с подробностями. До начала судебного заседания подсудимый явно нервничает и не желая популярности скрывает свое лицо от видеокамер. Но недолго. Само заседание было закрыто. Речь идет о половой неприкосновенности, в том числе и двух несовершеннолетних девочек. По версии следствия, в ночь на 4 ноября 2017 года подсудимый пришел в эту гостиницу, чтобы навестись в свою знакомую. Несмотря на сильное алкогольное опьянение, он спокойно прошел через проходную. Его там никто не остановил. Однако свою знакомую он в номере не нашел. Тогда решил пройтись по этажам и заглядывал в незакрытые двери. Тогда, ходя по этажам и дергая ручки двери от видеокамер, он не прятался. А первой поддалась дверь в номер 13-летней школьницы. Девочки были без сопровождения родителей. Они приехали в Казань на соревнования и жили в разных номерах. Он зашел в Вадиза Мирова, где в тот момент находилась девочка 2004 года рождения, лег к ней в постель и совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого Нуреев пошел на другой этаж, зашел в комнату, где были двое несовершеннолетних девочек, и совершил в отношении девочек 2005 года рождения развратные действия. Согласно уголовному делу, после надругательства над девочками, он продолжил прогулки по гостинице и этажом выше обнаружил еще одну незапертую дверь. В этом номере спали 37-летняя женщина с 5-летним сыном. Он заставил женщину пойти с ним в ванную, где и изнасиловал. После этого мужчина также спокойно покинул гостиницу. Задержали Алмаза Нуреева в родительском доме в Атнинском районе. Потерпевшие узнали в нем своего обидчика. Тогда он свою вину признавал. Сейчас от признательных показаний отказался. К слову, он уже был судим в 2014 году за аналогичное преступление. Рассмотрение дела отложили из-за неявки в суд потерпевших. Однако подсудимому продлили арест. Нафиса Минязова Константин Бушуев. Вызов 112. С ножом и в капроновом чулке зашел неизвестный мужчина в один из мини-маркетов Нижнекамска. Продукты ему были неинтересны. Больше привлекали деньги в кассе. Он их и взял. Но выйти на улицу с добычей не получилось. Он скрылся, прихватив только часть того, чем пытался завладеть. Айрат Назипов знает детали. В 7 часов вечера несколько минут назад мужчина в капроновом чулке на голове и с ножом в руках, угрожая продавцу, перепрыгнул через прилавок и забрал денежный ящик из кассы. Когда прыгал обратно, добычу не удержал. Собирать все, что упало, не было времени. Девушка-кассир нажала на тревожную кнопку. Шоки, да? Молодая девочка. Магазин, расположенный в самом конце города, не раз привлекал внимание любителей легкой наживы, признался директор торговой точки. Но разбойных нападений до этого не было. У вас вообще на магазин были когда-нибудь такие случаи? Или это впервые? Ну, впервые? То есть, по мелочи воровали. Атакуются, как и это. Сейчас, по данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится в розыске. Айрат Назипов, Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Главному специалисту отдела градостроительного контроля и разрешения управления архитектурой города Набережной Челны предъявлено обвинение в получении взятки. 34-летнего мужчину сотрудники управления экономической безопасности задержали с поличным. По данным следствия, он вымогал 200 тысяч рублей за подпись в разрешении на строительство. Продолжит Лина Зинатулина. На кадрах оперативной съемки видно, как у чиновника изымают денежные средства. Взятку ему предприниматель передавал под контролем оперативников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в октябре 2017 года к чиновнику обратился предприниматель с просьбой о содействии в получении разрешительной документации на строящийся объект на территории города Набережной Челны. Пользуясь своим служебным положением за вознаграждение в виде 200 тысяч рублей, подозреваемый взял на себя обязательство получить подпись руководителя из полкома. После чего 30 января этого года он получил первую часть обещанной суммы в размере 25 тысяч рублей. Однако следом предприниматель решил сообщить в полицию о противоправных действиях чиновника. И дальше все свои действия согласовывал с правоохранительными органами. Сам же подозреваемый, несмотря на все это, свою причастность к преступлению не признал. В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении избранного мероприятия в виде заключения по стражу. Также следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Торстан ему предъявлено обвинение в получении взятки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Лина Зинатульна, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, ВЗР 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров, до встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.